Лето в самом разгаре. И хоть многие разъехались по дачным участкам, тем, кто остался в городе, скучать уж точно не придется благодаря программе «Лето в Подмосковье». Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в июне этого года. Это логичное продолжение зимы в Подмосковье. Так назывался его первый этап. Главная задача проекта – привлечь регион туристов, а также показать жителям области и ближайших населенных пунктов, сколько всего интересного есть буквально у них под боком. С этой целью были разработаны сайты welcome-most-reg.ru и leto-reama.ru. Это интерактивная платформа, сайт, на котором все желающие могут получить в формате онлайн информацию, где какие парки располагаются, какими мероприятиями они наполнены. В общем, сформировать свой выходной день таким образом, знать где и когда ты сможешь отдохнуть, в каком ближайшем муниципалитете и куда поехать. Июль – традиционно самый тихий месяц для городских парков и общественных пространств. Но, несмотря на это, скучать видновчанам не приходится. Самое ближайшее мероприятие в Центральном парке пройдет уже в эту пятницу. Здесь, возле нашей замечательной сцены, День семьи, любви и верности, пройдет концертное мероприятие с поздравлением наших старожил с семейной жизнью. Вполне возможно, что будут молодожены, которые будут расписываться в это время. Так что будет интересная программа с 16.30 до 18.30. И здесь будет большой праздник с мастер-классами, интерактивными зонами для детей. Так что приходите. Каждый выходной мы проводим мероприятие. И самое ближайшее – это вечер пятницы, который уже традиционно проходит. Мы практиковали это в том году. И каждый день в пятницу мы проводили какие-то интерактивные зоны, рождественную программу для более взрослого населения. Это привлекает очень много людей. И нам это тоже нравится. В Центральном парке также можно найти библиотеку под открытым небом, контактный зоопарк и аттракционы для детей и взрослых. Сейчас выиграли у такого медведя. В тире только что. Мальчик выиграл. Скажи, что тебе нужно было сделать, чтобы такого медведя выиграть? Просто 16 дротиков сделать. Попасть в шарики? Да. Ага, 16 подряд или как? Нет, всего 16 из четырех попыток. Но интересные мероприятия, конечно, не ограничиваются Центральным парком. В августе нас ждет ставший уже традиционным фестиваль Яблочный Спас. Уже третий год он будет проходить на территории Расторгуевского парка. Любителям спорта также будет чем заняться. 10 августа на стадионе Металлург пройдет Московский областной день физкультурника. Будет большое количество разнообразных спортивных мероприятий. В том числе пройдет оранжевый мяч. Это турнир по стритболу. На стадионе Металлург на мотобольном поле он будет проходить. Пользуясь временным летним затишьем, в ближайшее время в Центральном парке обновят краску на аттракционах, в том числе на колесе обозрения, а также восстановят плиточное ограждение и чашу фонтана. На улице Садовой на Старой площади сейчас укладывают новое покрытие, где начиная с августа будут заниматься картингом дети из городского центра спорта. Также ко дню города появится новая спортивная площадка на стадионе Металлург рядом с футбольным полем. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фиднет-ТВ.